С вами канал Учебник вслух. История древнего мира. Пятый класс. Тема урока в городе богини Афины. Афиняне гордились своим городом. Если ты был в Афинах и не восторгался ими, говорили они, то ты осёл. Однако район гончарных мастерских Керамик вряд ли мог вызвать чей-нибудь восторг. Там, где дымили печи для обжига посуды. Узкие немощенные улочки керамика извивались между глухими стенами домов с запертыми калитками. Горожане выливали помои и вышвыривали отбросы прямо на улицу. Вечерами из-за грязи и зловонных луж по керамику нельзя было ходить, не освещая дорогу смоляным факелом. Тем не менее, керамик был известен далеко за пределами Эллады. В однообразных крытых черепицей домах жили и трудились искусные гончары и живописцы, создававшие великолепные расписные вазы. Долгое время, ещё до побед над персами, вазы украшали чернофигурным рисунком. Чернофигурным рисунком по красноватой глине художник наносил фигуры черным лаком. Позже стали поступать наоборот. Для фигур сохраняли естественный красноватый цвет глины, а черным лаком покрывали остальную поверхность вазы. Поэтому такие вазы называют краснофигурными. Лак блестел на солнце и не тускнел от времени. Наряду с дорогими расписными вазами в керамике изготовляли и более дешёвую посуду. Пифосы – громадные глиняные бочки для хранения зерна. Амфоры – сосуды с двумя ручками для вина и масла. Кувшины для воды, чаши. Владелец гончарной мастерской имел несколько рабов, которым поручал однообразную и грубую работу – вымешивать глину, подносить топливо к печи, железным стержнем ворошить пылающие угли. Однако работу творческую, требующую выдумки и заинтересованности, например, роспись ваз, выполняли граждане, переселенцы или вольноотпущенники. Свободные мастера, получавшие деньги за свой труд, работали намного лучше рабов. Агура – главная площадь Афин. По утрам в рыночные часы здесь было многолюдно и шумно. Торговцы, стоя под лёгкими навесами из камыша, зазывали покупателей криками – купите уксуса, купите масло, купите рыбу, вы забыли зелень. В одном месте рынка покупали сыр, в другом – овощи, в третьем – нанимали искусного повара для приготовления званого обеда. Особое место было отведено для торга рабами. Были и развлечения, петушиные бои, выступления фокусников. Большинство афинских женщин на рынок не ходили. Ежедневные покупки делали их мужья. Толкотня и давка бывали столь велики, что богатый грек приходил в сопровождении рабов, расчищавших для господина путь. За порядком следили смотрители рынка. На эту должность граждан избирали по жребию. Им подчинялась рыночная стража, состоявшая из купленных афинским государством рабов-скифов. Окончив дела и отослав слуг с покупками домой, афиняне проводили время с друзьями, обсуждали последние новости, болтали о всякой всячине. Местами встреч были спасавшие от палящих солнечных лучей портики и лавки. В другой части агоры на холме находился обнесенный колоннами храм бога-кузнеца Гефеста. Левее храма, в прямоугольном здании почти ежедневно собирался Совет 500, который избирался по жребию из афинских граждан. Совет 500 следил за пополнением казны, ведал строительством боевых кораблей, городских водопроводов, храмов. Для дежурных членов Совета 500 предназначалось круглое здание. Когда над городом нависала военная угроза, дежурные не покидали свой пост даже ночью. В этом круглом здании они и спали, и ели. Афиняне не представляли себе жизни без каждодневных посещений агоры. На вершине Акрополя. Отовсюду в Афинах был виден Акрополь, холм с крутыми и обрывистыми склонами. Его вершину украшала бронзовая статуя Афины, которую создал гениальный скульптор Фидий. Моряки, подплывая к Пирею, могли заметить, как блестят на солнце ее позолоченный шлем и наконечник копья. Лишь одна дорога вела на Акрополь. В дни празднеств по ней поднималась нарядная толпа афинян. По пути они любовались стоявшим справа на уступе скалы небольшим храмом. Это был храм богини Победы Ники. Обычно Нику изображали крылатой девушкой. Однако, победив персов, афиняне дерзко пожелали навсегда оставить богиню у себя и не дать ей улететь. Поэтому они воздвигли храм в честь Ники Бескрылой. Через мраморные портики участники празднества вступали на вершину Акрополя. Перед ними открывался вид на храм богини Афины – Парфенон. Это самое прекрасное творение греческих строителей. Парфенон, сооруженный из мрамора, окруженный колоннами, вызывал всеобщее восхищение. Его фронтоны – треугольное пространство между двумя скатами крыши и карнизом – заполняли статуи. На одном фронтоне был изображен спор Афины и Посейдона за власть над Аттикой, на другом – рождение Афины из головы Зевса. Внутри Парфенона греки могли увидеть статую той же богини работы Фидия. Основа статуи была деревянная. Одежда, щит и шлем сделаны из сверкающего золота. Лицо, шея и руки покрыты тонкими пластинками из слоновой кости цвета человеческого тела. На том месте Акрополя, где, согласно мифу, спорили между собой Афина и Посейдон, находился храм Эрихтеян. Он был назван по имени сказочного царя Афин Эрихтея. В одном из его портиков вместо обычных колонн стояли кариатиды – каменные фигуры юных девушек. Посещение Агоры и Акрополя производило неизгладимое впечатление. Недаром афиняне считали, что их город по красоте превосходит все остальные. Миф о рождении богини Афины. Однажды у Зевса страшно разболилась голова. Позвал он своего сына, бога Гефеста, прося избавить его от невыносимой боли. Взмахнул Гефест острым топором, раскололась на миг голова Зевса, и из нее в полном вооружении появилась богиня мудрости и справедливой войны Афина. Такой и изобразил ее скульптор Фидий. В правой руке Афина держала крылатую богиню победы Нику, левой опиралась на щит, внутри которого извивался священный змей. Плечи и грудь Афины прикрывала эгида. Так называлась козья шкура с прикрепленной к ней головой сказочной медузы. У этого страшилища вместо волос были змеи. От одного ее взгляда все живое превращалось в камень. Афина почиталась покровительницей гончаров, ткачих, вообще всего рабочего людо. Из жизни древних гречанок. В зажиточных семьях женщины с детьми жили в особых комнатах, куда посторонним вход был запрещен. Как-то раз в один дом, когда хозяин был в отъезде, забрались воры. Соседи видели, как выносили вещи, слышали крики, но войти в женские комнаты так и не решились. У расточительных жен мужья отбирали ключи и сами выдавали припасы. Но жены все-таки ухитрялись открывать кладовые, брали сладости, нацеживали особыми трубками из запечатанных бочек вино. А потом угощали зашедших поболтать подруг. Мужья не посвящали жен в дела государства. Когда одна спросила мужа, что решило народное собрание, он ответил, какое тебе дело, замолчи. Не все гречанки мирились с такой жизнью. Среди женщин были поэтессы, музыкантши, художницы.